Сразу перейдем к разговору с нашим гостем, один из наших любимых гостей, это Игорь Яковенко, многолетний председатель Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы и делегат Съезда Народных Депутатов, который пройдет в ноябре в Польше. Игорь, приветствую, как меня слышите? Здравствуйте, слышу вас. Ну, наверное, догадываетесь, что не могу не начать разговор с вами с новостью, которую обсуждают практически все сейчас социальные сети. Это бегство из России Ксении Собчак, возбужденное против нее и ее сотрудников уголовное дело. С вашей точки зрения, что это? Это попытка преследования очередного интернет-ресурса или, как предполагают навальнисты, которые всегда во всех видят кремлевских агентов, это такой хитрый план для того, чтобы внедрить в наше сообщество Ксению как троянского коня для развала российской оппозиции. Я думаю, что это сильный эхо, ясно. Да, очень. Если есть возможность... Можно наших режиссеров попросить проверить, что с эхо у Игоря Яковенко? Да, что-то со звуком. Давайте мы вам перенаберем сейчас через одну минуточку. Да, я буду вам рассказать. Да, я расскажу, про что идет речь. Буквально на днях, позавчера появилась такая новость, что возбуждено уголовное дело и взят с поличным один из сотрудников Ксении Собчак, Кирилл Суханов. И суть обвинений в его адрес, что он занимался вымогательством у Виктора Чемизова, руководителя Ростехнологий, 11 миллионов рублей. И якобы, по утверждениям следствия, Суханов говорил, что они не будут ставить компрометирующую информацию на Ростехнологии, не будут критиковать Ростехнологии. И, соответственно, Чемизов написал заявление в Следственный комитет и при передаче первого транша из 11 миллионов 800 тысяч рублей человек был арестован, так скажем, взят с поличным. Ну, практика, вообще говоря, этих самых так называемых медийных блоков, когда журналисты говорят о том, что они не будут размещать какую-то информацию. Что редактора СМИ обычно берут за это деньги, она достаточно распространена в России. И сейчас гораздо более частый случай не когда берут деньги за размещение информации, а именно когда берут деньги за то, чтобы про какого-то человека ничего не говорить. И очень часто даже устраивают специальные волны шантажа, когда специально размещается негативная компрометирующая информация. А после этого к этому человеку идут и говорят, ну, хочешь, чтобы это прекратилось. Ну, вот, пожалуйста, там плати нам ежемесячную абонементскую плату. И, значит, по утверждениям следствия, именно это происходило в отношении Ростехнологий. Что добавляет этому определенных красок, так это то, что человеком, который непосредственно инициировал вот это самое заявление Виктора Чемизова, был некий господин Бровко, его заместитель по связям с общественностью, который является мужем Тины Кандилаки. Известные российские тоже журналистки и теледивы, занимающие, скорее, провластную позицию, недавно попавшие под международные санкции. Так вот, между Тиной Кандилаки и Ксенией Собчак идет давняя борьба за медийное первенство в российской благосфере. Они конкурируют в Инстаграме, в Телеграме, на многих других социальных платформах за популярность, за количество подписчиков и так далее. Ну и Ксения Собчак традиционно является впереди в этом самом соревновании. И поэтому те люди, которые знакомы с этой ситуацией, восприняли, что это может быть определенная такая личная месть со стороны Тины Кандилаки, своей соперницы. Попытки ее убрать, соответственно, с медийного поля. Сама Собчак, все время прошедшее с начала войны, занимала такую позицию достаточно двусмысленную. Некоторые говорят, что это сбалансировано, но на самом деле она такая скорее двусмысленная. Она активно критиковала людей, которые уезжают из России, ерничала над ними, показывала пальцем, говорила, что вот она сама этого делать не будет. Ну и вообще всячески старалась преуменьшить то давление, которое в России начало оказываться на независимые СМИ после вторжения 24 февраля. В то же самое время на ее каналах про войну ничего не писалось. Они полностью сосредоточились на разнообразных светских новостях и так далее. Хотя, конечно, вели освещение скорее с такой позиции независимой от Кремля. Мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, она за это время отметилась тем, что написала открытое письмо как депутат, как член Совета Федерации, как российский сенатор на имя Владимира Путина с фактами мобилизации срочников, отправки срочников на фронт в самом начале войны, после чего разразился достаточно большой скандал. Путин выступал на эту тему, пообещал прекратить эту практику полностью, она не прекратилась. Но, тем не менее, целый ряд чиновников Минобороны получили достаточно серьезный нагоняй и выговор за то, что нарушали российское законодательство. И даже есть такая точка зрения, что вот эти вот референдумы, так называемые, на оккупированных территориях, были проведены ровно для того, чтобы снять вот эту юридическую коллизию, то закон Российской Федерации запрещает использовать срочников в зоне боевых действий, а когда эти территории отходят в состав России, то типа этот запрет и снимается. В общем, такая, как всегда, противоречивая судьба, но, конечно, Ксения отличилась очередными наездами и склоками внутри российской оппозиционной и медийной тусовки. Давайте посмотрим, что именно она в это время говорила. Куда следуете? Что-что? Куда следуете? В Литву. Дорогие друзья, все пропагандистские говно-телеграм-каналы пишут про израильское гражданство. Я решила, ну а чё ж мне-то не... об этом не сделать постик и не поднять тоже себе цитируемость. Вот, хотела рассказать. Нахожусь на великой реке Иордан, в районе Рублёво-Успенского шоссе. Вот, видите, тут у нас в Израиле ещё лёд, уточки, вот, и ресторан «Причал». Очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Ну, конечно, это тоже всё фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у стены плача. Да, и, кстати, для тех, кто помимо гражданством встревожен жилплощадью, живу я за городом примерно уже лет восемь. Там же иногда снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам. Вот, место жительства не меняло. Позвольте, в гости приглашать вас не буду. Короче, вот, шаббат, шалом вам из Подмосковья. Пошла обедать с сыном. Всем пока. Ну, вот, как видите, такое заявление она сделала, как раз когда появились сообщения о том, что она получила израильский паспорт. И, как теперь выясняется, подобные сообщения были абсолютно верными. Потому что выехала Ксения по паспорту российскому, однако въехала она на территорию Евросоюза. Как известно, страны Балтии закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами. Въехала она как раз по паспорту Израиля. То есть, соответственно, слухи эти оказались верными. Конечно, очень забавно, что вот этот ролик Ксения снимала на, действительно, причале, принадлежащем Александру Новикову, известному ресторатору. Но это место известно еще и тем, это подмосковно-Илинское, что буквально метрах, наверное, в пятистах от этого места находится то самое Новоогорёво, где живет Владимир Путин. И именно рядом с этим самым причалом когда-то башкирский сенатор Изместев запускал свои фейерверки, которые так не понравились Владимиру Путину. После чего Изместева арестовали и дали пожизненное заключение, чтобы больше не мешал фюреру спокойно отдыхать и плавать в бассейне. Такое вот символичное место, благодаря этому там вокруг поле, которое не застраивается, вот для того, чтобы больше никто там не шумел и не мешал отдыхать Владимир Владимировичу. Но, видите, значит, все-таки все эти сообщения про израильский паспорт, они оказались верными. Что интересно, что сам побег Собчак, он сопровождался серьезным таким прям приключением. Ксения купила два билета в разные страны, в Дубай и в Турцию, и должна была, соответственно, вылетать из подмосковного аэропорта Внуково. И туда уже была направлена группа захвата, которая должна была ее арестовать непосредственно у трапа самолета. Сама же она ночью села на машину и поехала в Беларусь, где, как мы видели, пешком перешла государственную границу Беларуси и Литвы. Господин Волков, представитель Алексея Навального, на эту тему много ерничал о том, что база единая, и это все могло произойти только под контролем Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Но здесь я должен сказать, что это не обязательно так. И вся эта машина работает достаточно медленно. Если не было прям заранее сильно подготовленной операции по захвату Собчака, судя по всему, в этой истории там все делалось в значительной степени спонтанно, то это не обязательно, что она должна была быть в базе данных. Это физически возможно, что она таким образом смогла перейти границу. Именно поэтому многие люди знают, что надо ехать в Беларусь, там все происходит с задержкой с точки зрения вот этого самого контроля по системе выезда. Лукашенко специально сохраняет эту возможность для того, чтобы держать, так скажем, участок государственной границы под своим эксклюзивным контролем. Кого хочет, выпускает, кого хочет, не выпускает. И тем самым, не выпуская определенных лиц, можно сделать особую услугу российскому президенту Владимиру Путину, чем он периодически пользуется. Ну вот эта вот интрига, насколько же все-таки арест Ксении Собчак был санкционирован сверху, и является это или нет операцией прикрытия, это, конечно, то, что будет будоражить общественность еще достаточно долгое время, и мы будем следить за развитием этой ситуации. К сожалению, насколько я понимаю, мы никак не можем восстановить связь с Игорем Яковенко, с которым, конечно, было бы крайне интересно обсудить эту ситуацию. Ну, поэтому я вам расскажу про некоторые другие события сегодняшнего дня. Новость, которая, наверное, меня потрясла больше всего, я вот ее читал непосредственно перед эфиром, это то, что отступающая российская армия из Херсона, ну, а это, конечно, для зрителей нашего канала секрет полишенели о том, что российская армия оттуда уже бежит, и профессиональные военные уже эвакуированы, там были расквартированы российские части ВДВ, они отведены на левый берег Днепра, так же, как и коллаборационистская администрация Сальдо и Стримаусова, также эвакуированы из Херсона, так вот, вместе с собой они вывозят все ценности. Ну, в общем, очередная такая параллель с фашистской Германией, со Второй мировой войной, ну, и так же немцы делали, когда отступали, советские части так не поступали, а немецкие части как раз так вот из родного для Путина Санкт-Петербурга украли, например, янтарную комнату, и вообще там много других произведений искусства. Ну, вот так же поступает и армия российская, она демонтирует и вывозит из Херсона разнообразные просто уличные памятники, которые были установлены в этом городе, другие объекты искусства, все вывозятся вместе с собой, эвакуируются в Россию, но, конечно, вот такая вишенка на торте, это то, что были выкопаны останки князя Потемкина Таврического, фаворита императрицы Екатерины и когда-то губернатора Новороссии, создателя Черноморского флота, покорителя Крыма, его останки были похоронены именно в Херсоне, в местном городском соборе, так вот их оттуда выкопали, да, не просто сняли там его памятник, а еще и выкопали мощи. Вот мне говорят, что Игорь Яковенко все-таки подключился к нам в эфир, остается не так много времени, но все-таки попытаю его по поводу Ксении Собчак. Так, Игорь, как меня слышите? Да, я вас слышу хорошо. Да, у нас... Сейчас я помню, да, я помню ваши вопросы, и я очень коротко постараюсь на него ответить. Я думаю, что версия, что Ксения Анатольевна Собчак преследует злобный Путин, эта версия равна, вероятность ее равна нулю, потому что понятно, что Путин, так сказать, ну, человек, который личностно связанный, личностно благодарен ее отцу, и эта вероятность равна нулю. Значит, если коротко. Вероятность того, что... Ну, в общем, да, и все обстоятельства дело на это указывает, потому что то, что Собчак вот такая незаметная и никому неизвестная фигура, которая смогла, значит, взять билет в одно место для обмана спецслужбы и уехать в другое совершенно место, ну, понимаете, ее же никто не знает в лицо в России. Вообще неизвестная совершенно фигура. Представить себе, что она таким образом, хитрым образом обманула сотрудников спецслужб, которые ее никогда не видели. Ну, эта фантастика не очень научная. Значит, версия, что ее заслали для внедрения в оппозицию, ну, тоже, что касается ее участия в оппозиционной деятельности, то, ну, здесь на человеке пробы ставить негде. Все просто хорошо знают, как она сливала протест, как она вела себя и на митингах, и в Координационном совете оппозиции. Поэтому, ну, вероятность, ну, понимаете, еще бы Красовского внедрили в оппозицию. Примерно, ну, это разные фигуры, конечно, разной степени ответственности, но, тем не менее, вот... Ну, вдруг, кстати, Ксения Анатольевна был руководителем ее избирательного штаба, так что, то есть, это прямо могло бы быть в пакете. Нет, нет, ну, это... Да, ну, в принципе, да, Красовский, как вариант, тоже хорош. Ну, примерно это одного порядка. Я не утверждаю, что это одинаковые люди. Да, они разные. Один просто человек, по которому петля плачет, другой человек, который просто заслуживает моральной оценки. Но то, что вероятность, что ее куда-то внедрят, что ее где-то примут, ну, это некоторые, ну, не совсем же идиоты. Они, я имею в виду, спецслужбы, Путин, вероятность этого равна нулю. Сама вся эта история, что Ксения Анатольевна Собчак возглавляла банду, которая вымогала деньги у Чемезова. Ну, слушайте, ну, вот представьте, ну, надо просто понимать, кто такой Чемезов. Да, это близкий товарищ-соратник Путина, человек чрезвычайно влиятельный и очень-очень опасный. Вот, понимаете, это примерно то же самое, что войти там, я не знаю, так сказать, плюхнуться в пруд с крокодилами и попытаться отнять у них еду. Да, ну, в принципе, есть, наверное, такие рискованные люди, но за Ксенией Анатольевной Собчак я не замечал склонности к суициду. Ну, она сама крокодилец-то еще та, и как раз имя, как вы совершенно справедливо сказали, оно ее довольно хорошо всегда защищало, и она это знает. Ну, да, ну, отнимать деньги у Чемезова, ну, извините, ну, вот просто, вот совсем это... Она, конечно, крокодилец, но меньшего размера, так сказать, меньшего пошиба, у нее под рукой нет армии своей, то есть, ну, не тот это масштаб при всем том, что там... Ну, она, даже если бы она началась заниматься вот этим рэкетом, то, наверное, даже если, хотя и зачем, зачем ей надо, и так все дают. Значит, это вероятность нулевая. Причина очень простая, она на поверхности, по-моему, она единственная. Просто в России становится очень плохо. Очень плохо. Из России бегут. Люди, которые привыкли жить хорошо, они из России бегут. Не бегут только те, кто точно знает, что любое пересечение российской границы будет означать для них посадку. То есть не бегут, значит, люди, у которых руки по локоть в крови, там, по горло они в крови. Понятно, что те, кто запачкан кровью, что называется, по горло, они не бегут. Все остальные стараются бежать. Чубайс бежит, там, и прочее. Перечень членов правительства и бывших членов, и настоящих. Сейчас сотрудники федеральных ведомств бегут просто пачками. Пачками бегут. Там до 30% штатного состава не могут заполнить. Отчеты не могут сдать. Бегут в огромном количестве. Мне, кстати, извиняюсь, понравилась очень новость. Была, по-моему, позавчера. Выезжала делегация Российского футбольного союза в Киргизстан. Их было там 12 человек. Назад вернулось двое. 10 решили остаться на территории Киргизии. Это чтобы посмотреть, если не попадать под призыв. Да, Киргизия хорошее место для бегства. Сейчас все хорошо. Дожили, да. Это место мечты. Смотр взглядов на разные страны, он сейчас налицо. Понимаете? То есть Киргизия стала уже раем земным. Не говоря уже о Казахстане, Узбекистане и так далее. Ну, в общем, короче говоря, значит, бегут все. Вот знаете, песенка такая есть. А он бежит, бежит, бежит и так далее. Значит, вот это сейчас бегство из России тотальный характер приняло. В основном, в том числе, прежде всего, чиновников. Вот Ксения Анатольевна решила сбежать. И поскольку у нее репутация так себе, то ей решили соорудить такую легенду. Оппозиционеров она, конечно, не обманет. Ну, а официальная позиция, что вот преследуемая злобным Путиным, она вынуждена бежать из страны. Ну, почему бы нет? Все-таки в Европе ее не так хорошо знают. Поэтому вероятность такая, что, ну, чтобы не попасть под санкции, пожалуйста, прикрыться. То есть вы хотите сказать, что это такая услуга, которую ее и делает власть? Думаю, что да. Это спецоперация по вывозу Собчак. Ну, а что делать с этим самым? С Сухановым и, я забыл, Романовский или Романовский? Да, я помню. Это ее помощники, это ее сотрудники. Ну, слушайте, значит, я думаю, что кого это когда интересовало? Это что? Вы подозреваете, Ксения Анатольевна, в том, что она думает о ком-то, кроме как о самой себе? Вот в этом, Ксения Анатольевна, я точно не могу подозревать. Я могу подозревать абсолютно во в чем угодно, но только не в этом. Нет. У нее алиби. Она всей своей жизнью доказывала, что она ни о ком, кроме как о самой себе, не думает. Я еще раз говорю, я был в свое время негативно настроен к тому, что ее включили в санкционные списки, потому что есть просто разная степень ответственности. Она подлежит очень серьезному. То есть это человек, с которым нельзя иметь дело. Но она не разжигала войну, конечно. А эта спецоперация, ну, прямо, по крайней мере, в этом не участвовала. А так опосредованно можно логические цепочки обвинить кого угодно. Там, я не знаю, включая, так сказать, убитого Немцова, можно тоже обвинить косвенно, что через какую-то цепочку логических умозаключений приписать ему разжигательство войны. Дурацкое дело нехитонично. Ну, он же поддерживал, да, Путина, когда он изначально приходил к власти. Понятно. Но это, понимаете, это очень большое лукавство. Я согласен, конечно. Строго говоря, с помощью вот таких хитрих ему заключений вас можно в этом обвинить, построить какую-то схему заключения. Ну, я же известный сурковский прихвостень, да, конечно. Да, ну, понятно, да, так сказать. Меня тоже можно в этом обвинить запросто. Но это, понимаете, это любого человека на земле с помощью, там, пяти рукопожатий можно обвинить в тесных связях с Путиным. Понятное дело. Это дурацкое дело, этим нельзя заниматься. Так что в Савчак, конечно, в списках санкционных не место. Но, безусловно, это человек, сыгравший чрезвычайно негативную роль в оппозиционном движении, человек, который сыграл чрезвычайно негативную роль в журналистике российской. Ну, это как бы по другой статье она проходит. Понимаете, человека, который занимался воровством мелким, нельзя обвинять в изнасилованиях, в убийствах и в грабежах. То есть, ну, это нормально, вот такое градуирование. Поэтому, ну, то, что, естественно, так сказать, вот версия того, что Путин ее преследует, за что? За свободу слова? Ну, бред сивой кобылы, да? Или за то, что она пыталась обократь Чемизова? Ну, еще смешнее. Так что, вероятность очень простая. Путин к ней хорошо относится. И почему бы не разрешить ей уехать? И сделана такая смешная очень операция прикрытия. Игорь, услышали вашу позицию на эту тему. Хотел бы еще очень быстренько второй вопрос обсудить. Я просто новость, которая, честно скажу, ну, наверное, меня трудно шокировать в этой войне чем-то. Да, и вот там события в Буче, в Ирпине, там, в Мариуполе для меня не были, ну, просто никаким сюрпризом. Они были абсолютно ожидаемы. А вот сегодня пришла новость, которая, честно скажу, что меня потрясла. Российская армия сейчас, которая отступает из Херсона, выкопала мощи Григория Потемкина Таврического из местного собора и вывезла их, значит, за реку Днепр. Вот как вам это? Ну, понимаете, на самом деле, это, мне кажется, проявление той самой идеологии, там же она называется ДНК России, значит, которые вчера, так сказать, пытались выявить, обнаружить, что у нас альтернативная история должна быть, альтернативная социология, альтернативная экономика, альтернативная политика, все альтернативное. Вот в этом вся суть. Вот выкопать, значит, какие-то, да, и очень важное заявление Гундяева о том, что у нас другое понимание Бога, не как во всем мире. У нас отдельный Бог, значит, ну, понятно, даже не будем называть его имя, понятно, кто у нас Бог, кто Бог для Гундяева. Бог для Гундяева – это непосредственный начальник, который его в свое время завербовал, ну, вербовал его не лично Путин, но, по крайней мере, так сказать, в этом. То есть это вот их понимание религии, их понимание скреп и так далее. Вот выкопать кости и их начать таскать по белу свету. Это вообще, конечно, кощунство прямое, но они там утащили, по-моему, с собой памятник Суворову, если я не ошибаюсь, значит, еще что-то такое утащили. То есть, ну, принцип очень простой. Значит, людей не жалко, а кости жалко, жалко, значит, вот эти вот памятники. Господи, что за проблема? Оставили бы этот памятник? Это, ну, в конце концов, да, к Суворову, конечно, разное отношение в разных странах, но, тем не менее, какие проблемы? То есть это, на самом деле, это вот такая альтернативный взгляд на мир. Ну, знаете, меня памятники даже меньше удивляют, чем идея выкопать из могилы кости, даже не святые мощи каких-то там религиозных деятелей и так далее. Это реально могила человека, да, произвести сгумацию, забрать с собой. Это, конечно, фантастика. Ну, на самом деле, это такое вот труположество, это такая некрофилия, на самом деле. Кстати говоря, в этом есть серьезный смысл. Потому что вообще вот эта победобесия, которая, так сказать, стала основной религией в путинской России, это в какой-то степени вот такая вот некрофилия. Ходить, понимаете, когда я первый раз увидел, когда томская телекомпания ТВ-2 это придумала, это было какое-то еще на первой... Сначала вот ходить с портретами умерших людей на палках, значит, это было, ну, как-то еще носило какой-то человеческий характер. Ну, очень стремительно. Как только к этому прикоснулась власть, это тут же превратилось вот именно в некрофилию. Потому что детям стали раздавать портреты совершенно неизвестных им людей. И вот эти дети трясли этими портретами, совершенно не понимая, кто это, что это. Потом их бросали. То есть, на самом деле, это вот действительно такая вот некрофильская религия. Это, безусловно, отвратительная штука. В конечном итоге это, конечно, никакого отношения к христианству не имеет. Никакого отношения... Да вообще, вот все эти ребятки, которые стоят с крестиками, со свечками, они, конечно, они не атеисты, они безбожники. Воинствующие безбожники, которые прикидываются там, навешивая на себя крестов и делают вид, что они во что-то верят. На самом деле, это действительно... Вот они обвиняют своих оппонентов в сатанизме, но они действительно сатанисты. Это я вам как убежденный атеист и агностик говорю. Да, вы знаете, в завершение скажу, вот когда они объявили про эту борьбу с сатаной, я вспомнил, ну там, в мое детство как раз пришлось на момент безумной популярности фильма с Михаилом Боярским «Три мушкетера». И помните, там была сцена, когда Ришелье пытается завербовать Д'Артаньяна, и он к нему приходит во дворец, и, значит, Ришелье делает ему, они играют в шахматы, Ришелье ему делает предложение, а Д'Артаньян отказывается, говоря, вы знаете, вот меня бы плохо бы приняли у вас, и на меня бы косо посмотрели там. И когда он уходит, Ришелье говорит, да, этот Д'Артаньян сам сатана, ну ничего, борьба с сатаной моя святая обязанность. И именно тогда происходит эта вот религиозная война католиков у гигенотов, которая, как известно, ведет, соответственно, Ришелье. У меня настолько четкая эта вот ассоциация, и там переворачивая это до дыдешней ситуацию, хочу сказать, ну, по-видимому, борьба с этим режимом, это наша святая обязанность, и мы ее выполним с честью. Спасибо вам большое, что вы были у нас в эфире.